Девушка, вы далеко собрались? На выставку? Сегодня вход только по паспорту. А если его нет? К сожалению, ничем не смогу вам подключить. На этот раз у музея все, как Николе, серьезно. Для пересечения мяжи пришлось предъявлять паспорт. На счастье, обойшлось и без протоколов. Церодноведовальников, порушальников не зафиксовали. Сейчас общемировая тенденция, больше 50% нарушителей идет с использованием чужих документов по идентификации. Понимаете, паспорта нормальные, но принадлежат другому человеку. Специалисты кажут, что каждую секунду державную мяжу пересечает один человек. Что год только в зоне отказности Брестской пограничной группы. Нелегальная испробует пересечит до 150 порушальников. Тому для того, как обтримать мяжу на замке, а это около 2000 километров, расслабляться нельзя ни на секунду. Человек меняется, но неизменным остается, как правило, область лица, глаза, нос, рот. Это, конечно, очень такая сложная область. И контролеру надо определить тот человек или нет, который предъявляет паспорт. Установить дождество. И на это ему отводится 20-25 секунд. Перши поверх музея облюбовали маленькие наведвальники. Ибо далеко не каждый день есть махчимость погулять с оправдной снайперской винтовкой, кулеметом Калашникова, або таким вот с противотанковым гранатометом. Брест – город пограничный. И наши граждане просто должны знать, чем же живет граница, чем живут органы пограничной службы. Конечно же, пограничная служба непростая. Наши пограничники службу несут и днем, и ночью в пограничных нарядах, в любых погодных условиях, в любое время суток. Это Багира и Берном собаки-полиглоты. Судовно разумеют по-немецку и выконывают команды народной мови. Багира на погранслужбе вось уже три годы. Что дня у ее обовязках огляд транспортных сродков на предмет наявности наркотичных речевов. Чувствуешь себя полезным. Ты отдаешь дань обществу не только нашей стране, но и другим странам, через которые пагорят, проходит трафик этих наркотических речев. Готовились мы интенсивно, четко, по-военному. Но мы справились, я думаю, с этим заданием. Мы справились успешно. Специфика проекта «Модный четверг музея» такова, что мы показываем самое интересное, самое специфическое, что может быть в той или иной сфере нашей жизни. Учерговый раз организаторы «Пераканали» музея – это не только такова, но и модно. До речи завершить военный цикл проекта «Пенная вечерина» от МНС. Она отбудется уже за 7-х утка, 16-го червяня. Татьяна Болтуть, Василь Полховский, телерадиокомпания «Брест».